В эфире программа «Факты происшествия». Оперативно и достоверно о том, что не укладывается в рамки закона. В студии Наталья Андрусенко. Добрый вечер. Молодые люди, забившие насмерть односельчанку, предстанут перед судом. Трагедия произошла в селе Михайловском Северского района. 16-летний подросток и его взрослый приятель выпивали вместе с соседкой. Как рассказали в следственном управлении, женщина нелестно отозвалась о матери одного из парней. За это поплатилась жизнью. В ходе ссоры молодые люди стали наносить многочисленные удары по телу оппонентки, после чего вынесли ее на улицу, где впоследствии оставили. Всю ночь несчастная пролежала у проселочной дороги. Ее тело обнаружили прохожие лишь утром. Подозреваемые сейчас под стражей. Своей вины они не признали. Судьбу обоих решит суд. Сегодня стало ясно, по какой причине умер краснодарский таксист. О трагедии мы вам рассказывали. Тело 46-летнего уроженца от Радинского района, напомню, прохожие обнаружили во вторник в юбилейном микрорайоне Краснодара. О страшной находке они сообщили в полицию. Как заявили эксперты, криминалов в ЧП нет. Причиной смерти таксиста стала сердечная недостаточность. А потому возбуждать уголовное дело следователи не будут. Богатый интерьер, большие ставки. Спецназу в Сочи пришлось штурмом брать очередное нелегальное казино. Покерный клуб располагался на улице Виноградной и, судя по всему, пользовался популярностью среди любителей фортуны. На момент проверки за покерным столом находилось порядка 20 человек. Все они приходили в этот клуб по предварительной записи. В настоящее время полицейскими изъят данные, покерный стол, фишки и денежные средства. Помимо игроков в зале также находилась девушка-крупья. А вот хозяина клуба застать не удалось. Однако ему придется ответить за незаконную организацию азартных игр. Сбили прямо на зебре. Сразу три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Кузнечная и Янковского в Краснодаре. Водитель иномарки не притормозил перед пешеходным переходом и на полном ходу врезался в Ниву. Ее оттолкнуло на выезжающую на перекресток Хонду. После чего отечественный внедорожник вылетел на зебру, где в этот момент находились люди. Мужчина и 16-летняя девочка попали в больницу с множественными травмами. Автоинспекторы отмечают невнимательность водителей на пешеходных переходах, очень часто приводит к подобным авариям. Угонщики-аристократы задержаны в Краснодаре. Двое жителей Анапы угоняли исключительно люксовые внедорожники и только марки Range Rover. Молодые люди с помощью специального устройства отключали заводскую сигнализацию, разбивали стекло и проникали внутрь авто. Один из эпизодов попал в поле зрения уличных камер. Видно, как под покровом ночи двое мужчин проникают на автостоянку. Какое-то время находятся возле одной из иномарок, а потом уезжают на ней. Известно, что промышляли угонщики не менее двух лет. Орудовали они в Новороссийске, Крымске и Краснодаре. Задержали злоумышленников во время очередного угона. Уже известно, что у 26-летних задержанных был сообщник, которому они продавали краденые иномарки. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Беречь свои авто стоит не только от угонщиков, но и от других водителей. Далее обзор аварий, которые попали в объектив камер Краснодарской единой дежурно-диспетчерской службы. День спешки выдался у краснодарских автомобилистов. Перекресток мира и красный. Водитель белой лады и намигающий желтый, видимо, решает, как в анекдоте. Проскочу. В итоге спешить ему и второму участнику ДТП придется в страховую компанию. Действовать быстро решил и водитель иномарки, припаркованный в супермаркете на Ставропольской. Стоящая на варике поперек его пути легковушка не смутила, а глазомер явно подвел. А на перекрестке улиц Красная Длинная один из водителей не дождался, пока впереди едущий автомобиль свернет налево и врезался в его бампер. Все мыслимые рекорды нетерпимости побил вечерний автомобилист перекрестка Тургенева и Северная. Смиренное ожидание. Наверняка не его конек, а решительность беспредельна. Две сплошные и удар в разворачивающейся легковушку. Оба водителя потеряли два часа, прежде чем разъехаться. Если шокирующее, нетипичное или просто курьезное дорожное происшествие попало в объектив вашего видеорегистратора, отправьте эту запись к нам в редакцию. Ваш ролик примет участие в акции «Ты наш герой» и может принести вам ценные призы. Подробности читайте на нашем сайте kuban24.tv Я с вами прощаюсь. Чтите закон и берегите себя.